Мы водителей ждем, когда не дождемся, когда построят магистрант центральный, потому что будет в городе еще одна параллельная улица центральная. Мы очень надеемся, что все дольщики Самарской области обманутые получат квартиры и вообще вот это словосочетание «обманутые дольщики» просто исчезнет из русского языка, из российского. Конечно, школа необходима. Это острая необходимость в новой школе. Тогда наша школа разгрузится и, может быть, мы будем работать в одну смену и воплотим нашу идею, мы хотим создать в нашей школе центр дополнительного образования. Эти вопросы и не только может помочь решить Совет Федерации. Его поддержка ценится высоко. В правительстве России к рекомендациям Верхней Палаты Парламента всегда прислушиваются, поэтому и важно показать и рассказать о себе все. Последние приготовления перед приходом гостей в Совете Федерации проходят дни Самарской области. Здесь уже вполне себе уютно чувствуют космонавты, волжский народный хор, известный баянист Сергей Войтенко. На выставке представлено многое из того, чем гордится регион. Как скажет после Валентина Матвиенко, экспозиция показала, что Самарская область смотрит будущее. Вообще Самарская область промышленно развитый регион. Мы входим в десятку крупнейших промышленно развитых регионов Российской Федерации. В Приволжском федеральном области занимаем четвертое и пятое места по объему промышленного производства. У нас работает около 700 крупных средних промышленных предприятий, 6000 предприятий малого бизнеса. Ну, конечно же, наша гордость и флагман нашей промышленности – это ракетостроение «Прогресс» и «Кузнецов» крупнейшие запросы, автомобилестроение, автоваз. Впрочем, о Самарской области здесь знают хорошо. Дмитрий Азаров несколько лет работал сенатором и всегда лоббировал интересы региона. Например, программа «Комфортная городская среда». Изначально область в нее не попала. Лишь после переговоров удалось решить вопрос. На выставке демонстрируют возможности предприятий, рассказывают о нынешнем положении дел. Так, заводы космической отрасли обеспечены заказами на годы вперед. У автоваза растут продажи. «Лада» сейчас марка номер один в России. Внимание приковывают и разработки Самарского медицинского университета. Вот, к примеру, стол пирогов – уникальное оборудование для обучения врачей. «Реализовано 80 столов по всей стране СНГ. Реализованы полный продукт». И сразу новые переговоры. В Совете Федерации находится делегация Кувейта. Экскурсия по выставке и контакты уже налажен. Гости явно впечатлены разработками самарцев. «Стоимость для российского рынка – 4 миллиона рублей. Это в долларах». Пока на выставке потенциальные инвесторы узнают все подробности, спрашивают о возможностях, в кабинете Валентина Матвиенко подводят итоги этих полутора лет. «Мы очень рады видеть Самарскую область. Знаю, что много поработали активно. Как у вас впечатления, как настроение, как вообще дела в области. Главное, конечно, мы хотели услышать, как национальные проекты на местах реализуются, в частности, в вашей области». «Крайне важной задачей было подготовка и проведение матча чемпионата мира по футболу. Мы там немножечко отставали, пришлось наверстывать. Мы все успели». «Отставали-то как раз хорошо. Сомнения были большие. Успеете ли, но вы и команда, которую подтянули, сделали невозможное, по-моему. Короткие оставшиеся сроки довели все до кондиции. Мы очень в хорошем уровне все провели. Я знаю оценки. Молодцы». «Действительно, все достойно, успешно прошло. Но этот период еще ознаменовался, конечно, в большой заявочной кампании по участию в наших краях. Мы получили очень серьезную поддержку из федерального бюджета». «Только в этом году на реализацию национальных проектов Самарская область получила свыше 15 миллиардов рублей. Это деньги, которые вольются в региональное здравоохранение, пойдут на строительство дорог, детских садиков и школ. Вопросы развития каждой отрасли обсуждают на комитетах в Совете Федерации». «В частности, здравоохранение заострит внимание на реконструкцию двух детских больниц Самары. Это больница имени Ивановой и детская областная инфекционная больница, ранее известная как городская больница номер 5». «Здание больницы имени Ивановой построено почти 50 лет назад. Изначально учреждение было рассчитано на 250 коек, но сейчас здесь принимают в два раза больше пациентов. Как говорит главный врач Ольга Галахова, используется буквально каждый квадратный сантиметр. Потребность в дополнительных площадях ощутима». «Новый корпус планируется на 200 коек. Это будет хирургический корпус, в котором будет размещаться хирургическое отделение, отделение онкогенетология. Естественно, там будут новые современные операционные. Причем одна из них будет специально сделана для пересадки костного мозга». В этом году Артемий Девятов пойдет в школу. Любознательный ребенок изучает насекомых и рыбок, а в будущем хочет стать исследователем. Последние два года мальчик проходит курсы процедур в онкологическом отделении детской больницы имени Ивановой. «Условия тесноватые, конечно, потому что болезнь наша требует индивидуального подхода, индивидуального лечения. В палатах от двух до четырех человек тесновато. При этом очень-очень квалифицированные врачи, весь медперсонал очень доброжелательный, очень человечный, что тоже не было важно в нашем лечении. И вот они в таких условиях, им тяжело работать, ну и нам тоже лечиться затруднительно». В Совете Федерации инициативу о реконструкции больниц поддержали. В протоколе учтена необходимость выделения денег на учреждения соцзащиты. Речь идет о проектах строительства корпусов в пансионатах для инвалидов. В Исокинском и Потаповском в следующем году, в Сызранском в обозримом будущем. Все они психоневрологического профиля. «В регионе, прежде всего губернатором региона, Дмитрий Ильич Мазаровым, правильно очень расставляются акценты. Работает команда, активно включились в реализацию приоритетных национальных проектов. Вместе с тем проведена глубокая инвентаризация по всем отраслям, прежде всего социальной сферы. Есть понимание о необходимости развития дальнейшей инфраструктуры, здравоохранения, социальной защиты населения. Безусловно, эти предложения войдут в проект постановления Совета Федерации. Сегодня на профильном комитете по социальной политике они были поддержаны». Делегация Самарской области смогла убедить и в необходимости строительства новых образовательных учреждений. Вопрос для региона весьма актуальный. Например, школа номер 7 в Крутых Ключах рассчитана на 1360 учеников. По факту же здесь занимается в два раза больше. Только первых классов в учреждении 18. Непростая ситуация сейчас и в Новосемейкино. Одну из школ-поселка закрыли в 2017 году. При планировании ремонта выяснилось, что состояние фундамента и перекрытие близко к аварийному. Здоровьем детей и педагогов рисковать не стали. Все они, а это почти 400 человек, перебрались в школу имени Зеленого, где сейчас занимаются в две смены. «Подвоз начинается фактически с 7 утра в несколько потоков. Заканчивается подвоз второй смены к 21 часу. Конечно же, это очень осложняет и процесс подготовки к урокам, и процесс проведения воспитательных мероприятий, спортивных секций. Разумеется, сейчас фактически 1400 человек нуждаются в том, чтобы условия для организации образовательного процесса были улучшены». Ситуация находится на контроле областного правительства. Проекты новых школ в Крутых Ключах и Новосемейкино готовы. В микрорайоне рассчитывают построить учреждение на 1360 мест, в поселке на 675. Вложения значительные, требуется поддержка из федерального бюджета. На заседании Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Самарская делегация предложила включить строительство учреждений в проект «Современная школа» нацпроекта образования. «Хорошо то, что почти в каждой строчке мы читаем софинансирование, то есть регион сам вкладывает. Есть средства ваши, и вы разумно делаете заход на поддержку федеральных этих средств. Кто за то, чтобы поддержать проект решения и по национальному проекту образования, и по национальному проекту культура с учетом высказанных замечаний, прошу голосовать. Принимается единогласно». Совет Федерации одобрил инициативу и о выделении средств из госбюджета на строительство Фрунзенского моста. Он будет готов уже осенью этого года. И магистрали центральные ее ждут в регионе с 1937 года. Обсудили сенаторы и ряд других предложений. Характеровку границ особоэкономической зоны Тольятти и скоростное сообщение между Самарой и Автоградом. «После обсуждения, после поддержки этой инициативы со стороны Министерства экономического развития, Минтранс России, у нас есть уверенность, что проект также будет жить. И в ближайшее время между Самарой и Тольятти появится скоростное сообщение на новом подвижном составе, на ласточках, очень комфортных, очень удобных. И время перемещения между железнодорожным вокзалом Самары и центром Тольятти составит чуть больше часа. Конечно, это будет очень неудобно людям». В течение трех дней проходили заседания профильных комитетов. На них детально разбирались вопросы самых разных отраслей. Решение проблем обманутых дольщиков, сельское хозяйство, экология. Делегация Самарской области рассказала обо всем. «Важно, что наши усилия, направленные на опережающее развитие региона, на повышение уровня благосостояния граждан Российской Федерации, проживающих на территории Самарской области, сегодня заметны и заметны за пределами Самарской области. Как вы видели, проект постановления сегодня Совета Федерации был принят единогласно по Самарской области. Я хочу еще раз поблагодарить своих уважаемых коллег, членов Совета Федерации, за такую единодушную поддержку, которую мы чувствовали и на заседаниях профильных комитетов». Реновация исторического центра Самары, ремонт значимых культурных объектов, таких как Театр драмы имени Горького и Краевический музей имени Петра Алабина. Увеличение строительства, а значит и доступности, жилья, улучшение материально-технической базы учебных заведений, возведение четырех новых школ в Самаре, Новосемейкино и Тольятти, строительство железнодорожной линии к особой экономической зоне. Во время Дней региона в Совете Федерации обсудили десятки вопросов. «Естественно, очень многое сделано уже командой, так скажем, Дмитрия Игоревича Азарова. Пришел человек, вернулся в свой родной край, не чужой для Самарской области, прошедший хорошую школу мэра, получивший хорошую федеральную школу. Отсюда и подход уже иной, масштабный, стратегический, умение решать вопросы. Мы приняли пока в первом рассмотрении за основу проект постановления Совета Федерации, где учтены пожелания губернатора, председателя Самарской губернской думы, в чем нужна поддержка федерального центра. Мы его доработаем и возьмем это постановление на жесткий контроль. Уверена, что те меры, которые будут прописаны там, безусловно, будут исполнены». Такое бывает редко. ни один из пунктов постановления не был исключен. Все, о чем просили, то и получим. В течение месяца решение будет сформулировано документально и отправлено в правительство Российской Федерации. Первые дивиденды регион получит уже в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова